Да, оно будет вам. Ты можешь верить этому слову? Если ты ученик, ты можешь верить. Если ты не ученик, ты не можешь, потому что твой разум, он доходит до определенного предела. Нет, это невозможно. И тогда все. Если ты ограничил Бога рамками своего ума, ты поставил, что это невозможно. Невозможно жить святой жизнью, невозможно действовать по воле Божией, невозможно, чтобы пришел Бог в твоей жизни. Тогда ты не увидишь того, что Бог обещал, что Он обещал в своем слове. И это полнота жизни, когда присутствие Божие проявляется в различных проявлениях, в обновлениях жизни. Это великое чудо, обновленное жизнь человека. Когда это происходит, все понимают, тут есть Бог. И если Бог есть, тогда будет все остальное. Куда идут люди? Вот сегодня я приехал, я так посмотрел, брат сказал, что сегодня мы переформатируем. Стулья переставили, уменьшили, все это дело, нас не так много. Я подумал, это не так страшно. Потому что у Иисуса все тоже начиналось с очень небольшого. И Божие, вы знаете принцип Божьего. Божье растет с маленького и вырастает большими, становится водом на дереву, где укрывается и птица небесная. А человеческое делается наоборот. Можно было сделать наоборот. У нас есть одно собрание, я никогда не видел, чтобы оно открыто. Я хочу найти этих людей, которые там служителями. Такое за высокой оградой на улице Ирина в Черкассах, за высокой оградой стоит такое прозрачное оградо, но достаточно высокое здание. И оно всегда закрыто. Но я по крайней мере не видел. Там нет людей. Я спросил у одного из пасторов, ты знаешь кто там? Он говорит, никто не знает. Говорят, что время от времени туда приезжают американцы. И тогда для того, чтобы создать видимость народа, жизни, тогда те люди, которые там ответственны, ходят по соседям и за 20 гривен приглашают людей на собрание. Будьте добры, не хотели бы 20 гривен? Это когда доллар был 8. Ну конечно, хотела, что надо сделать, проголосовать за депутата. Нет, просто посидеть 2 часа на собрании. О, какие проблемы? И тогда зал наполняется, по 20 гривен все получили, послушали, и люди приезжают и думают, о, тут как идет какая-то работа. И вы знаете, я подумал, что многие вещи, они делаются по-человечески именно так. Вложи побольше денег, хороший менеджмент, хорошее лидерство. Ты сделаешь что-то большое, но потом это большое начнет медленно умирать. Оно начнет рушиться, умирать и исчезать. Пока вообще не исчезнет. Но Божие, оно не так. Написано, что оно может быть меньше горчичного зерна. Маленькое, маленькое. Но Божие, если оно Божие, оно разрастается. Оно разрастается настолько безудержно, что потом это невозможно остановить в принципе. Как разрослось дерево христианства. Христианство не умирает. Истинная церковь никогда не умрет. Она только набирает и набирает свои силы. То, что рядом с нами, находится столько плевелу в этом мире, и рядом с нами вообще, мы наблюдаем столько безобразий. Как раз только подчеркивает, что учение Иисуса Христа, оно истинно для каждого человека. Оно говорит только о том, что истинное учение, оно пребывает. Оно пребывает и будет до дня пришествия Иисуса Христа. Потому что церковь, Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Ни мусульманский мир, ни сила греха, буйствующая в этом мире, никогда не сможет уничтожить истинную церковь Иисуса. Пусть ее будет немного, но она была верна. И это то, что ждет от нее Иисус. Мы часто думаем, что будет там у нас мало или еще что-то. Приехать на эту конференцию, это было непростое дело. Для многих непростое дело. Посчитать, допустим, с моего города ехать, туда и обратно, это 180 гривен на одного человека. Добраться до маршрутного такси еще 10. По Киеву еще 20, туда и обратно. Это уже тебе сколько получается, где-то 210, да? Еще надо покушать, регистрационный взнос. Это в целом, считайте, поездка на одного человека от 250 до 360 гривен, в зависимости от куда, это только с моей местности. Вчера один студент говорил, я так бы хотел поехать. И его стипендия составляет 700 или 730 гривен в месяц. Он хотел бы быть здесь, но для него это больше половины его месячного состояния, за которое он живет. И для многих людей это просто невозможно. И некоторые люди, они бы, может быть, действительно приехали, если бы имели к этому физические возможности. А часть людей думает так, такие расходы, и зачем туда ехать? Что еще нового я услышу там, из того, что я не знаю? Ну, если какой-то результат, я посетил 10 конференций и 20, может быть, 20 мероприятий, ванализации, там, кто с Билли Греймом, тот, там, с Джон Гестом, тот еще ездил, там, с Бенни Хином, или разные номинации, множество разных служителей. И что после этого? Как жил в грехе, так и живу. Как была церковь неуспешной, так и осталась. Как в своей жизни ничего не достиг, так и ничего нет. Если люди чувствуют, что они ничего не получат, они не очень стремятся. Но если они же знают, что там что-то есть, то тогда, невзирая, куда бы им не пришлось добираться, они потратят на это силы. У нас в Черкассах как-то открыли одну из первых оптовых баз. И там люди могли купить дешевле для себя, это было на базе Бакалеев. Люди могли там в очень плохих условиях, добираться было трудно и неудобно, и нет тут остановки рядом, и все было. Но цены были значительно ниже. И когда это произошло, слух об этом распространился достаточно быстро. И вместо одной из самых заброшенных, по улице Добровольского и Моголя, которая находится в тупике, вдруг из никому не нужного, стало таким буйным, активным. Туда стали стекаться люди, продавцы. Потому что что-то люди там могли получить. Что они там могли получить? Экономия своих денег. Они могли найти всего лишь там, может быть 5, 10, 30 гривен, в зависимости от этой покупки. И это привлекло мгновенно людей. Тогда Господь мне показал, смотри, как люди ищут серебра для себя. Они прилагают усилия, они бросают все, меняют направление своих путей по жизни. Они едут для того, чтобы что-то приобрести. И Господь стал показывать, если я буду в вашей церкви, если вы будете свято жить, я смогу присутствовать в вашей среде. Святая жизнь, она позволяет святому Богу присутствовать в среде церкви. И тогда, там где находится святой Бог, происходит действие святого Бога. Мы получаем тогда влияние, получаем влияние на вот этот мир, находящийся рядом с нами, не через программы, флайерами, еще что-то, то, что давным-давно не работает. Мы получаем эту жизнь, эти проявления, только через то, что люди сказали, Господи, мы принимаем это. Мы принимаем, мы будем свято жить. Ты назвал нас такими. И тогда, если есть там Бог, тогда есть все Его проявления. Тогда люди действительно становятся теми, кем должны быть, и Бог проявляется среди них. Я думал о том, что это очень важно, чтобы мы увидели это, и чтобы мы действительно ставили правильные стандарты. Мое время идет к концу, судя по времени, еще где-то от 5 до 7 минут. И можно сказать, что было бы еще, в принципе, о чем рассказать, о том, как Бог вел нас по жизни, как это все происходило. Но я вспоминаю еще два текста Писания, один из которых Иисус сказал, уходя с земли. Матфея 28 глава, в последних стихах Иисус дал слово, которое мы называем Великое Поручение. И многие обращают внимание только на первую часть. Там сказано так, Иисус приблизившись сказал им, дано мне всякая власть на небе и на земле. Помните, да? И когда он удалялся, он сказал, что удалялся, он сказал, итак идите, научите все народы. И вот это слово, я его слышал множество раз, в различных вариантах и в разных местах, в учебных заведениях, в церквях и прочее, идите, научите. Но Иисус сказал нечто очень важное, которое ты редко от него слышишь, но оно записано там, в этом Иоанна Иоанна Матфея. Он сказал, уча их соблюдать все. Все, что я заповедал вам. Разве не это мы читаем Иоанн или от Луки? Кто не отрешится от всего, что имеет? И кто не примет учение Иисуса Христа? Иисус говорил, научите их соблюдать все. Это казалось не только апостолам, некоторые говорят, это к апостолам. Но Он сказал, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам. Павел говорит нечто подобное. Он говорит, я никогда не упускал вам возвещать всю волю Божию. И когда Иисус встретил учеников, которые шли в Имаус тогда, и Он разговаривал с ними, то Он сказал им слово, с такого, можно сказать, даже звучащего в нашем языке, по крайней мере, как упрек или как сожаление. Он сказал им следующее, о медлительные сердца. В чем была их медлительность? Чтобы веровать всему, чтобы веровать всему, что сказано в Писании. Писание говорит, святые и искупленные, оправданные, освященные, это называет тебя Бог. Через свое слово, через дух, через Писание. Ты видишь, как называет тебя Бог. Если ты скажешь своей церкви, благодарю за то, что я святой перед Богом, то большинство людей посмотрят и подумают, вот это дает. А после этого тебе могут даже сделать замечание. Ты кем себя возомнил здесь? Но я никем не возомнил себя. Я только принимаю слово, которое говорит, кем я являюсь. И это есть праведность Божия. Заканчивая свою мысль, хочу сказать только о том, что многие мечтают о победоносной жизни над грехом. И думают, вот бы мне получить святую жизнь. Но Иисус однажды сказал своим ученикам очень на первый взгляд страшную вещь. Он сказал о том, что у того, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. И если поставить на это место вопрос святости, я хочу иметь святость. И Господь говорит, у тебя отнимется то, что ты думаешь иметь. А что же мне делать? Что делать? Все очень просто. Тебе нужно принять, что дал тебе Христос. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, и вы имеете полноту в нем. Если ты возьмешь полноту Иисуса и скажешь, Господи, я благодарен Тебе, я принимаю Иисуса не только с Его прощением грехов, я принимаю Его с Его спасением, с Его жизнью, с Его сораспятостью, которое в Римлянам написано в 6 главе, что мы распяты с Ним, Павел пишет к Ефесянам, посажены на небеса. Там столько обетований, мы просто не имеем этого времени сейчас все прочесть. Это все Иисус имеет в себе. И написано, Павел, открывая глаза церкви, говорит, вы имеете полноту в нем. Возьми это и пользуйся. И написано в Писании, не станьте святы, а будьте святы. Есть большая разница. Ты не можешь достичь этого сам. Но ты можешь принять Иисуса как своего Бога, Бога, пришедшего во плоти, Его Святой Дух в свое сердце, который обновит твой разум. И тогда то, что ты имеешь, дано будет тебе проявить в своей жизни. И ты проявишь эту святую жизнь. Ты будешь жить так, что люди будут смотреть на тебя и скажут, действительно, Он живет так, как Он учит. И это будет лучшим подтверждением Ивангелия, потому что написано о Ивангелии, что вы письмо Христово. Люди смотрят, видят и читают вас. Благословляю вас всех, братья и сестры, чтобы мы имели эту полноту жизни. Чтобы каждый из нас не на словах только и в мыслях был святым, но чтобы он был святым и угодным Богу, учеником Иисуса Христа. Аминь. Теперь, я так понимаю, ко мне должны быть вопросы, если они есть, да? Поэтому, если есть вопросы, отвечаю. Когда в семье подрастают дети, у меня трое сыновей, и наступает такой момент, когда говорит сын, я выбираю этот путь. Не тот путь, который мы говорим в церкви, показываем жизни своей. Я хочу идти вот так, как я считаю нужным. Мои действия, я как родитель, отец, могу ли авторитетом своим давить на него, или же как, дать его в руки Божьи, и как история с блудным сыном. Очень похоже. У нас в Черкассах есть миссия Менонитов. Немногие оттуда выписывают брошюры для его анализации. И вот один Брэнд Хайнс, один из их миссионеров, рассказывал, что в его жизни был именно такой случай. Его 16-17-летний сын пришел и сказал, папа, больше я жить, так как ты живешь, не буду. И, пожалуйста, не требуй, я буду жить своей жизнью, так как я считаю нужной. Он говорит, я встал, подумал, поговорил с ним, а сын говорил, я живу своей жизнью, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Он сказал, очень жаль, мне бы не хотелось, чтобы ты этого делал. Но если ты принял такое решение, ты имеешь на это право. Сын улыбнулся, вздохнул, и тут папа сказал, но только не в моем доме. И Йоганн сказал, то есть как? Он сказал так, если ты достаточно взрослый, чтобы выбирать себе жизнь, то будь достаточно взрослым, для того, чтобы обеспечить себя в этой жизни. Я дал тебе все, учил тебя пути Божьему, это хороший, добрый путь, иди по нему. Если ты выбрал другой путь, я уважаю твой выбор, но только не в моем доме. Здесь такого безобразия не будет. Я ему спросил, Брэн, ну как дела? Он сказал, ну, он подумал до вечера, сказал, папа, я остаюсь. Потому что требовать своих прав за счет родителей, это много умных находится, а обеспечить себе свой выбор жизни, это не так много умных. Я бы не разрешил своему ребенку в моем доме бунтовать против правил Божьих, которых я установил по научению Иисуса Христа. Ну, это как бы я поступил. И блудный сын, он тоже ушел из отцовского дома. Это был плохой выбор, но отец отпустил его. Отпустил, и готов был его принять, и принял его. Лучше, чтобы они не уходили. Но если они хотят уходить, что же, это их выбор, и если они самостоятельны перед законом, они имеют право на свои решения. Но в наших домах они должны жить таким образом, чтобы не разрушать то, что мы создали по Слову Божьему. У меня пятеро детей, самому младшему тринадцать, он выше меня вот такой ростом, и трое сыновей, и две дочери. И мы учили их в учении и наставлении Господнем. Четверо уже из них члены церкви. И мы надеемся, что еще тот, который не заключил завет с Богом, он тоже будет. Все Слово Божье сработало, и в жизни мы учили детей в учении и наставлении Господнем, и оно все сработало. Они верующие, и все хорошо. Так, вопросов судя по всему нету, да? Или еще есть что-нибудь? Хорошо. Тогда большое спасибо всем зрителям. Да, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!